Добро пожаловать на мой канал, и это уже третья часть видео, челленд 465 вещей. Если вы не видели две предыдущие, то отправляйтесь на мой канал, они уже там есть. Итак, напоминаю, что челленд 465 вещей направлены на то, чтобы избавиться от ненужных вещей, которые есть у вас дома. Я принимаю участие по этой же причине. Я здесь живу порядка трех лет, и за это время настолько сильно заставила и захламила свою квартиру, что здесь невозможно жить. Условия максимально просты. В первый день вы избавляетесь от 30 вещей, во второй 29, 28, 27, и так на уменьшение. В этом видео я решила не растягивать это все по дням, из-за того, что осталось не так много, как хотелось бы, а почитала, сколько вещей мне надо выкинуть, и решила сделать это все за один день. Получилось 66. Это не такая большая цифра, как все предыдущие, поэтому, возможно, я полностью справлюсь с этой целью. Если вы вместе со мной принимаете участие, то хочу вам порекомендовать, а точнее попросить вас, чтобы вы правильно избавлялись от ваших вещей. Не забывайте, пожалуйста, что что-то можно взять в переработку, что-то можно продать, а что-то и вовсе отдать нуждающимся. Пожалуйста, позаботьтесь о вашем мусоре. Если это не сделаете вы, то не сделает никто другой. Я хотела все-таки повторно прибраться на этих полках и найти то, чем я не пользуюсь, так как баночек слишком много. Более чем уверена, что я использую буквально 3-4 штуки, а остальное просто лежит без дела. То самое относится к этажерке, которая у меня стоит около стиральной машинки. Там вот огромный кристалл баночек, которые я покупала просто потому, что это мне надо было, но почему-то никто не учитывал, что я не успеваю всем пользоваться. К охламлению добавила еще генеральная уборка в ванной, но мне уже нравится результат. Конечно, я думала, что вещей будет больше, но даже вот этому я рада. Тут вещей 15-20 уже есть, так что осталось еще чуть-чуть. Потом пойдем с вами убирать кухню и сделаю один большой обзор всего того, что держала у себя дома на всякий случай. Надеюсь на то, что вы, смотря это видео, мотивируетесь и тоже встаете с диванов и идете убираться. Но все-таки делать раскладки по комнатным, поэтому смотрим, что же я нашла в ванной. Если что, я здесь убиралась в первой части, не знаю, как я это все пропустила, но смотрим. Расчетки, которые мне не нужны, так как у меня и так их слишком много, а эти мне не подходят. Истек срок годности, просто где-то завалялась. Сережки, которые заржавели, и мне они просто уже не нравятся. Это срок годности, срок годности, нифига не показывает. Косметичка, она грязная, некрасивая, короче, тоже нет смысла держать. Это просто завалялось, то же самое с порошком. Пустая упаковка, винтики, болтики, гаечки. Соневаю, что здесь кто-то будет что-то делать. То же самое относится и к пробнику духов. Босс, мне он не нужен. Универсальное средство для растений. Все растения я отправила к маме. Наверное, это тоже ей отправлю. Кисточка. Если я не ошибаюсь, когда-то я рисовала ей брови. Чем я думала, я не знаю. Свечи, которые поломались, их уже больше не зажечь. И пустой контейнер, который из-под порошка. Вот, в принципе, 30 вещей. И отправляемся с вами дальше. 32 вещи прямо перед вами. И это еще не все. Рядышко у меня лежит пакет, который я не хочу вам показывать. Но поверьте, там тоже много вещей. Итак, приступим к разбору наших 32 предметов. Это все, что я нашла на кухне. Что просто там лежало порядка 2-3 лет. И чем я практически не пользовалась. Не забывайте, что необходимо менять доски. Особенно деревянные. Достаточно часто я этого не делала. И, короче, она уже испортилась. А попытаюсь дать ее в переработку. То же самое относится и к кухонным салфеткам. Коробку, которую мне подарили. Там были какие-то вкусняшки. Но она мне больше не нужна. Стаканчики. Это вообще отдельная история. Когда-то я их коллекционировала. Формочка для льда и для мармеладок. Но она просто не гнется. И ей безумно неудобно пользоваться. Какие-то приборы вспомогательные. Но тоже они мне не понадобились. Витамин С. У него уже закончился, наверное, срок годности. Да. Да. Я была права. В этом году он закончился. Привозила его с Финляндией. Но так он мне и не понадобился. Какое-то время я увлекалась всякими поделками из бетона. Но как-то тоже не сложилось. Пустые баночки, которые я думала, что приспособлю. Какие-то салфетки, крышечки. Это вообще отдельная история. Я одно время обожала чай. Вот, например, внутри тоже есть чай. И так часто пользовалась чайником, что вот эта штучка у меня отошла. И мне было жаль его выкинуть. Но сейчас я взяла волю в кулак. И решила, что пора бы от него избавиться. Дам его в переработку. Так как сейчас недавно видела видео, где бездомные животные ранились из-за стекла. Короче, не хочу никому доставлять дискомфорт. Поэтому сдам его правильно. Вот. И уже у меня как полгода, наверное, лежит такой же, только новый. Это для бутылок, чтобы их перевозить. Но бутылки мне не пользуются, поэтому тоже смысла не вижу. То же самое относится и к ложечкам. Когда-то мы заказывали мороженое, но они так и не понадобились. И последнее, что я вам покажу, это какие-то БАДы и таблетки, которые я надеялась, что буду пить. Но что-то не срослось. И, короче, всё. Их я сдам в переработку. Прямо так, с блистерами. Они дальше... Они, скорее всего, не обретут свой дом, но они дальше отправятся в переработку. Сошло ещё 15 вещей. Всё это хранилось у меня в коробке с техникой. Огромное количество ненужных зарядок, которые по три года лежали вот в таком вот положении. То же самое относится и к старой зарядке от ноутбука, которого у меня давным-давно уже нет. Всё держу до лучшего случая. Зачем? Мне понятно. Ещё решила избавиться от гирлянды. Я её использовала один раз. Надеюсь, что она найдёт себе новый дом. Вот. Про эти наушники я такого не могу сказать. Они всё ещё заряжены. Ё-моё. Лежат уже, наверное, месяца три. Но у них полетел ли аккумулятор на самих наушниках. Вот. Сдам их в переработку, в технику. И то же самое относится к PSP. Я помню, как мне мама покупала. Как я радовалась этой покупке, этому подарку. Но, естественно, я расту. Это уже больше не актуально. Вот. Но такая вот память у меня тоже была. Буду искать какого-нибудь ребёнка, кому это можно всё будет пристроить. Кому это действительно понадобится. То же самое, кстати, сделаю и с зарядками. Так как выкидывать это, ну... Это просто вверх будет. Глупости. Буду как-то искать этому всему вторую жизнь. Ну вот и последние десять вещей. И можно сказать, что челлендж уже официально окончен. 465 вещей ушли из моей квартиры. Но давайте расскажу вам напоследок, что же я выкидываю в последнюю очередь. Итак, массажный пистолет, которым я в принципе ни разу не пользовалась. Но его купила два года назад. До сих пор лежит. Надеюсь, что найдёт новый дом. Пустая коробка из-под джойстика. Пустая коробка из-под Зелинский. Пустая коробка ещё от одних духов. Это вообще история память. Это финики из ПМФ. Они там ещё есть. Не знаю, брала их то ли на память, то ли ещё куда-то. Сейчас поем. И, собственно, сдам всё это в переработку. Арома палочки не закончились. Это на 22-й год. Это я вообще сама делала. Представляете, из бетона. Но не получилось. Она отвалилась. Хочу избавиться. Лупа, она вообще не функционирует. Но и кошелёк, который мне тоже больше не нужен. Я его, кстати, ни разу ещё не использовала. А да, деткам, возможно, им понадобится. Вот и всё. Наш челлендж подошёл к концу. Здесь примерно 465 вещей. И это без учёта вещей, которые как раз-таки одежда. Так что мы рассломили с вами чуть больше, чем хотели. Но я очень рада видеть этот результат. Всё это просто лежало мёртвым грузом. А сейчас отправиться либо в новый дом, либо на переработку, либо просто что-то придётся так уж быть выкинуть. Но сейчас чувствую, ещё часа два буду разбирать всё это и определяться, куда девать. Но я рада, что это исчезает из моего дома. Наш челлендж подошёл к концу. 465 вещей ушли из моего дома. Если говорить об эмоциях, то они такие, знаете, противоречивые. В первой части, точнее в первые семь дней мне было очень тяжело избавляться от вещей. Мне казалось, что мне всё это надо. Как так? Я это сама принесла. Сама буду выносить. А если понадобится, ну, знаете, я пользовалась правилом 500 рублей. Если вещь, что я дороже, чем 500 рублей, я её оставляла. Если дешевле, то я дальше пристраиваю её в добрые руки. Тем самым давая себе понять, что если она мне понравится, я могу её с лёгкостью купить. Вот, а так, спасибо большое за просмотр. Я очень рада буду, если вы досмотрели до этого момента. Напишите в комментариях, если это реально так. Вот, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Мне было тяжело с вами делиться таким откровенным. Вот, но я переступила через себя и сделала это. Спасибо большое за просмотр. Стреться с вами уже в следующем видео. Пока-пока.